В селе Байгулова Козловского округа отметили памятную дату 135-летия со дня рождения члена Союза писателей СССР, заслуженной учительницы Чувашской АСССР, РСФСР, известного прозаика, драматурга и поэта Марфы Трубиной. Из Чебоксар в родное село писателя прибыла большая делегация, в составе которой популярны артисты, поэты и прозаики, деятели искусств. Делегацию из Чебоксар приняли тепло и радушно. Для гостей была организована экскурсия по школе, где хранятся личные вещи Марфы Трубиной, ее книги, рукописи, фотографии. Марфа Дмитриевна 50 лет проработала в сельской школе и более 30 лет сочиняла свои увлекательные произведения на родном языке. Ее оперу принадлежит много известных повестей и рассказов, такие как «Детство», «Леший», «Муджар» и другие. Она писала стихотворения, новеллы, сказки для юных читателей. Посетителей особенно заинтересовал портрет писателя. В актовом зале провели открытый урок, посвященный творчеству известного чувашского прозаика и поэта, заслуженного учителя. Ученики с большим интересом слушали рассказы о жизни своего известного земляка. Юбилей Трубиной мы начали готовиться еще в апреле месяце этого года. Готовились со всеми произведениями, готовились со всеми стихотворениями, которые готовились со всеми постановками, которые у нас в перешколе работает школьный театр. И вот у нас уже все материалы. Ко днём, второму сентябрю, у нас уже были все подготовлены, все наши сценарии, для того, чтобы праздновать, отпраздновать 135-летие Марфы Дмитриевны со дня рождения. Марфа Трубина жила в этом доме. Здесь хотят открыть музей. Улица, на которой расположен дом, носит имя Марфы Дмитриевны. Отмечу, что жители Козловского округа очень много сделали для того, чтобы сохранить имя. Любимые писательницы и не хотят этим ограничиваться. В этом им помогают союз профессиональных писателей Республики и Национальная библиотека. Произведение Марфы Дмитриевны Трубиной представлено в Великой Библиотеке Чувашской Республики. Ее формирует Национальная библиотека и тем самым предоставляет пользователям открытый доступ к произведениям чувашских писателей. Именно библиотека сегодня является связующим звеном между писателями и читателями. И данные встречи, организованные библиотекой совместно с Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики, очень важны для читателей Республики. Они узнают много нового и встречаются также с писателями, находят для себя интересные новые. Марфа Дмитриевна похоронена на местном кладбище. Участники юбилейного торжества возложили цветы на могилу любимого писателя. Дарья Ананева, Надежда Александрова, Михаил Солин. Вести. Чувашия.